Эй, ты сейчас экзибеты пародируешь? Эй, Нига! Ну, вообще-то да, я хотел пародировать экзибеты. Ты знаешь, может, я сейчас скажу покрамольную вещь, но ты вообще-то белый, как пималюкс. Знаешь что, голос, я вообще-то хотел взять тебя с собой, но, похоже, ты остаешься дома. Привет, друзья, с вами инспектор гаджет. Мы решили покинуть нашу тесную студию для того, чтобы оказаться в не менее тесной машине. Вперед! У нас стандартный набор из трех гаджетов. Начнем с навигатора. А кто все обзоры читать будет? Песни тебе глупые петь, чтобы скучно не было. Гаджет, ну хочешь, я тебя заправлю? Ну, ну, скажи, что мне сделать, чтобы поехать. Ладно, залезай, поехали. Всегда приятно, когда тебе дарят что-то большое в коробке. Но в случае навигатора, на самом деле, коробка абсолютно не важна. Главное, ее содержимое. И в такой большой коробке оказывается, ну, такой вот маленький навигатор, имя которому Дигма. Голос, подай голос, куда едем? На Тверскую. На Тверскую? Правильно. Вы знаете, друзья, вообще в столице, в воскресенье, а сегодня именно в воскресенье, достаточно сложно найти пробки. Но нам нужно это сделать для того, чтобы протестировать один из гаджетов. И мы движемся на запад. Дигма ДМ-351 Навигатор Дигма ДМ-351 универсал. С ним можно гулять пешком, его несложно прикрутить на руль велосипеда или скутера. Его можно установить на торпеду авто. Фишка в том, что его корпус не просто пластиковая коробочка, как у чисто автомобильных навигаторов. Этот корпус обеспечивает вполне надежную защиту от дорожной пыли и даже выдерживает погружение в воду на метровую глубину на протяжении получаса. Еще одна фишка этого навигатора – усиленная автономность. В пешем походе или на велосипедной прогулке очень поможет то, что аккумулятор у Дигма ДМ-351 сменный. Причем не какой-нибудь фирменный. Стандартный сменный литий-ионовый аккумулятор. Полностью заряженной батареи хватит от 2 до 10 часов работы, если включить энергосберегающий режим. Экран сенсорный, вполне удобный, яркий, с диагональю 3,5 дюйма. В комплекте идет картографический пакет Navitel Navigator. В комплекте подробные карты крупнейших городов России, Украины и Белоруссии. Единственный недостаток – почти традиционно неудобный интерфейс, но к этому привыкаешь. Зато устройство многозадачное. Одновременно с навигационным ПО в нем может работать программа Sportnavi. Она помогает собирать и анализировать путевую информацию. Вообще фишечек в Дигма ДМ-351 хватает. Тут и компас, и высотомер, и возможность принимать информацию с внешних датчиков, и даже MP3-плеер. Причем слушать его можно через Bluetooth, как и голосовые подсказки навигационной программы. А на привалах можно разгадывать на крупном экране навигатора фотографии. Благо, слот для карт памяти имеется. При этом весит гаджет меньше 200 грамм, а стоит чуть больше 8000 рублей. Завидная игрушка даже для тех, у кого нет автомобиля. Навигация идет в массы. Могу сказать, что это достойный девайс для любителей погонять на машине, но мне кажется, что данное устройство лучше и больше подойдет людям, которые привыкли к экстремальным заездам, скажем, на велосипеде или на скутере. Объясню почему. Потому что оно компактное, достаточно компактное, и, в принципе, очень удобно с ним обращаться буквально одним пальцем, как я уже говорил. Для машины я бы выбрал что-нибудь побольше, но, в принципе, меня все устраивает. Самое время перейти ко второму девайсу. Смотрите. Такая, кажется, как будто банка пива или какого-то энергетического напитка. Это действительно энергетический, но не напиток. Если вдруг у вас в дороге сдох девайс, который питается от обычной домашней розетки, вот эта штука вам очень сильно пригодится. Япон 300С. Ситуация. Садитесь вы в автомобиль и куда-то едете. Сами за рулем или друг, или родственник, не важно. Важно, что и у водителя, и у пассажиров с собой в наше-то высокотехнологичное время куча всевозможных гаджетов. А прикуриватель на всех один. Как быть? Дело даже не в том, что прикуриватель один. Пусть их будет хоть 10, но не у каждого гаджета в комплекте есть переходник для питания от прикуривателя. Некоторые вообще рассчитаны на питание только от розетки с переменным током на 220 вольт. А в автомобиле постоянный на 12. Вот незадача. Хотя, почему же незадача? Если у вас с собой есть такой вот инвертор Япон 300С, как раз вполне тривиальная задача. С наперед известным решением. Вот теперь автомобиль не роскошь, не средство передвижения, а мобильный генератор, который обеспечивает работу, да чего угодно. Максимальное потребление гаджетов, которые вы подключаете к инвертору, не должно превышать 150 ватт. Это если он сам питается от прикуривателя. А вот если запитать его непосредственно от аккумулятора через этот симпатичный проводок с крокодильчиками, то можно подключать устройство мощностью аж до 300 ватт. Хоть переносной холодильник. Главное, не забыть потом подзарядить сам автомобильный аккумулятор. Для всех, кто заинтересовался, Япон 300С стоит всего-то 1100 рублей. Понятно, что не только GPS и мобильный телефон можно подзаряжать при помощи инвертора. Также, например, ноутбук, камера, MP3-плеер. В общем, все, что у вас есть с собой в дороге, и вы не можете подзарядить. Но очень надо. Кстати говоря, у меня где-то очень старый iPod завалялся, который вообще не фурычит. Но, пожалуй, я его сейчас таким образом и подзаряжу. Ну, а если вам, например, нужно сделать что-то на улице, не будете же вы тянуть провода, скажем, до капота. Для этого есть специальные клеммы, которые подсоединяются к аккумулятору. И вы можете вполне себе воткнуть лампу 220 вольт настольную. Ну, в общем, достаточно нужный девайс, как мне кажется, тем более, если вы любите путешествовать за город и не любите брать с собой кучу батареек, например, для своего магнитофона, или не беспокоиться за то, что у вас сядет ваш любимый MP3-плеер или мобильный телефон. Это самое лучшее вообще устройство. Поверьте мне. Друзья мои, напоминаю, что мы едем на улицу Тверская, потому что, если верить Яндексу, здесь есть пробка. Мы на Тверской. Пробки нет. Мы, видимо, очень долго ехали. Пробка уже рассосалась. Но, тем не менее, зачем мы вас сюда привели? Ради вот этого девайса. На самом деле, очень нужная вещь, если вы где-то стоите, куда-то летите, и вам нечем себя занять. Смотрите, какая компактная читалка. Голос? Расскажи поподробнее. Читалка Дигма Е500. Дигма Е500. Диагональ ее экрана всего 5 дюймов. Очень удобно постоянно носить с собой и безбоязненно извлекать в транспорте. Дополнительный функционал тоже весьма богат. Мало того, что Дигма Е500 справляется со всеми популярными форматами электронных книг, от FB2 и TXT до PDF и HTML, она еще способна показывать картинки, пусть и в черно-белом режиме, и всего лишь с 16 градациями серого. Кроме того, на читалке можно воспроизводить звуковые файлы и даже слушать FM-радио. Интерфейс Дигма Е500 простой и вполне функциональный. С ним очень удобно обращаться, чему способствуют столь же незамысловатые и эффективные органы управления. Пятипозиционный джойстик в центре не требует ни малейшего напряжения, а дополнительные кнопки справа и слева позволяют с удобством листать страницы. Внутри этой читалки находится всего 256 мегабайт памяти. Не так уж и много, хотя текстовых файлов туда поместится целая библиотека. При желании доступное пространство можно расширить за счет карточки microSD. Такая карта на 2 гигабайта уже идет в комплекте поставки. Через нее удобнее всего и переносить данные с компьютера в читалку, хотя можно воспользоваться и разъемом мини-USB. Этот же разъем отвечает за заряжение аккумулятора устройства. Одной зарядки достаточно для просмотра 15-18 тысяч страниц. Электронные чернила крайне экономичны. Цена Дигма Е500 составляет всего-то 7,5 тысяч рублей, что делает ее прекрасным подарком, в том числе школьнику или студенту. Ну, кстати, пробку мы как раз-таки нашли на Тверской. Вот она, полюбуйтесь. И этот девайс мне сейчас очень сильно помогает. Ну, действительно, вот где вы еще прочтете ремарка? Дома? На работе? Нет, навряд ли. А вот в пробке самое, но почитать ремарка еще какого-нибудь другого автора. Скажем, Войну и мир, если вы никогда не читали, то пробка именно то место, где нужно читать Войну и мир. На таком девайсе. Очень удобный, компактный. Алюминиевый. Хорошо. Друзья, мы возвращаемся на базу. Ну, я надеюсь, что мы туда вернемся рано или поздно, потому что улицы Москвы стали постепенно заполняться автомобилями. В общем, с вами был Инспектор Гаджет. И помните, не докопаюсь на правду. Чмоки! Пока-пока! Ух ты! Она еще вот так делает? Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...